Всевышний Аллах в Коране говорит Смысл этих слов Аллах говорит, что мы отправили тебя только как милость для миров Пророк Мухаммад является самой большой милостью Аллаха Для его творений, для нас с вами Пророк был примером того, как нужно прожить жизнь Он был примером на каждом этапе своей жизни Начиная с самого детства Время, которое он провел в детстве Время взросления, время, когда Аллах дал ему пророчества Когда он начал призывать людей к исламу Все этапы его жизни являются примерами для нас Пророк был наилучшим из людей Он был человеком, про которого его жены А вы знаете, что жены могут знать о человеке то, чего не знают другие Могут знать самые плохие качества человека Но при этом его жены, как отзывались о пророке Аиша, радия Аллаху, говорит про него Его нрав был Кураном То есть пророк, салли Аллаху, его жизнь была воплощением Курана Того, как нужно применить на практике учения Курана и учения Аллаха Так про него говорила Аиша, радия Аллаху, анха Как говорила про него Хадижа, радия Аллаху, анха Вспомните, когда пророку, салли Аллаху, Аллах дал пророчество И он, не понимая того, что с ним происходит, пришел к Аиша И рассказал то, что с ним случилось в пещере Хира Рассказал Хадижа Хадижа, что сказала ему? Хадижа говорит пророку, салли Аллаху, алихи вассаляма Клянет с Аллахом и говорит Аллах никогда не покроет тебя позором Аллах никогда не покроет тебя позором Ты поддерживаешь родственные связи Ты помогаешь обездоленным и бедным Ты проявляешь гостеприимство Ты помогаешь людям, когда их настигают беды Так говорит про него его жена Хадижа, радия Аллаху, анха Она говорит, что он во всем является полноценным Он во всех смыслах был примером человечности И при том, что пророк, салли Аллаху, алихи вассаляма Всегда отличался этим Он отличался также необычайной скромностью Сахаба мы знаем, как любили пророка, салли Аллаху, алихи вассаляма Каждый из них был готов отдать свою жизнь Для пророка Мухаммада, салли Аллаху, алихи вассалям Когда описывали сахаба Говорили, что когда пророк, салли Аллаху, алихи вассаляма Даже плевался, сахабы были готовы подхватить плевок И протереть лицо этим плевком Настолько сильно они любили пророка, салли Аллаху, алихи вассалям Но когда Пророк приходил к ним, они не вставали, потому что они знали, что Пророк не любит, чтобы они вставали, когда он приходит, потому что он видел в этом подобии правителям, которые любят, чтобы люди стояли, а они сидели, и он не хотел походить на них. Пророк говорил, что не войдет в рай тот человек, в сердце которого будет высокомерие. Пророк отличался скромностью, отличался милостью ко всему на свете. Насколько он был милостив к бедным, обездоленным людям. Пророк говорил, что тот человек, который заботится о ятиме, будет вместе с ним в раю, и показал, два своих пальца настолько близко будет человек, который опекает ятима, опекает сироту. Пророк говорил, что человек, который заботится о вдове и о бедных, он подобен человеку, который выходит и сражается на пути Аллаха, и подобен человеку, который выстаивает ночи в молитве и постится каждый день. Пророк, какую милость проявлял женщина. Пророк, когда заходила его дочь Фатима, вставал, встречал ее, целовал ее, свою дочь Фатиму, и усаживал на свое место. Свое место освобождал своей дочери Фатиме. Когда ему приходилось усаживать свою жену на верблюд, пророк, подставлял свое колено, так, чтобы его жена могла поставить свою ногу на колено пророка и взобраться на верблюд. Пророк, когда молился, и к нему приходил маленький ребенок, как передается в хадисе Умамата, дочери Зайнаба, дочери пророка, он брал ее на руки, и когда ему нужно было спуститься на земной поклон, он опускал ее на землю. Пророк, саллиллаху, был милостив не только к людям, но даже к животным. Даже к животным. Однажды он увидел, что кто-то из людей сжег муравейник, и пророка, саллиллаху, это очень сильно опечалило. И он сказал, что никому не следует таким образом мучать творение Аллаха. Пророк, саллиллаху, был самым простым из людей. Самый простой из людей так, что человек, который направлялся к пророку, саллиллаху, издалека, не зная пророка, саллиллаху, не мог его отличить среди своих сподвижников. Он ничем не выделялся. Ему приходилось спрашивать, где находится пророк, саллиллаху, и он не знал, кто он, пока ему не показывали на него. Ади ибн Хатим, известный сахабе, который был для своего племени, как лидер, как правитель для них, был наслышан о пророке, саллиллаху, саллиллаху, алиллаху, саллиллаху, является истинным пророком. И он направился к пророку, саллиллаху, али ивасалям, и начал следить за тем, как он себя ведет среди своего окружения. И он увидел, что рядом с ним маленькие дети, женщины, бедные. И тогда он сказал, что это является истинным пророком. Он не похож ни на Кисра, ни на Кайсара, ни на правителя Персии или римлян. Он увидел, что в нем нет этих качеств, высокомерия, горделивости. Он не ищет себе власть и величие в этом дуне. Пророк, саллиллаху, али ивасалям, про него говорили, что любой ребенок или девочка могла, пророка, саллиллаху, али ивасалям, могли взять за руку и повезти, куда им нужно, чтобы он помог им в том, что им нужно. Настолько простым человеком был пророк, саллиллаху, али ивасалям. И он поддавался и шел вместе с ними. Его подолгу могли остановить на улице и подолгу говорили с ними, свои проблемы рассказывали, просили у него помощь, и он мог их слушать долго и долго, сам не отходил, пока тот человек не выскажется полностью. Пророк, саллиллаху, али ивасалям, был наищедрящим из людей. Про него говорили, что он был самым щедрым из людей, и наибольшую щедрость он проявлял в месяц Рамадан. И не бывало такого, что кто-то у него что-то просил, и он отказывал. Он никому не отказывал. И даже в таких случаях, когда ему нечего было дать, как в одном из хадисов рассказывается, к нему пришел человек и попросил, «Я, Расуль Аллахи, помоги мне, у меня сильная нужда, помоги мне». И пророк, саллиллаху, али ивасалям, говорит ему, «У меня ничего нет, чтобы я мог тебе дать, но ты купи на мое имя, и когда у меня будут деньги, я расплачусь за тебя». И тогда Умар, увидев эту картину, ему стало тягостно от того, что пророк, саллиллаху, али ивасалям, столько на себя берет. Он говорит, «Я, Расуль Аллах, Аллах не обязал тебя делать того, что ты не можешь». Но послушав его пророк, пророку, саллиллаху, али ивасалям, не понравились его слова. Это было видно на его лице. И тогда тот человек говорит, «Я, Расуль Аллахи, не жалей и не бойся того, что Аллах обделит тебя, не бойся того, что Аллах будет давать тебе меньше». И тогда пророк, саллиллаху, али ивасалям, улыбнулся. Ему понравились слова того человека, потому что это было близко к нраву пророка, саллиллаху, али ивасалям. Проявлять щедрость, уповать на Аллаха, потому что он знает, что Аллах ему даст. Таким был пророк, саллиллаху, али ивасалям. Милостивым, щедрым, храбрым и скромным. И какую бы часть жизни, какую бы главу жизни пророка, саллиллаху, али ивасалям, мы с вами не изучали, мы будем удивляться тому, каким прекрасным он был человеком. Какой пример он подавал своим сахабатам? Будь это то, что связано с вопросами его жизни со своей семьей, или его жизни в окружении своих сахабов, или то, как он поклонялся Аллаху, то, как он вел себя дома среди своей семьи. Любая глава его жизни является для нас примером. И такой пророк, саллиллаху, али ивасалям, которого Аллах отправил к нам только как милость, любить его является одной из самых больших основ имана. Человека иман не будет полным, пока он не будет любить пророка, саллиллаху, али ивасалям, больше всех людей на свете. Как говорится в достоверном хадисе пророка, саллиллаху, али ивасалям, он говорит «Ла юмину ахадукум хатта акуна ахабба илейхи мин валидихи ва валадихи ваннаси ажмайин». «Никто из вас не уверует, пока я не буду для него более любимым, чем его родители, чем его дети и все остальные на свете». Вот так сильно нужно любить этого пророка, саллиллаху, али ивасалям. И любовь к пророку, саллиллаху, али ивасалям, должна проявляться не только на словах, не только в дарва наших утверждениях, которые не подтверждаются словами и действиями, а любовь должна проявляться в том, что мы стараемся следовать учению пророка, саллиллаху, али ивасалям. В том, что мы стараемся выполнять то, что хотел от нас пророк, саллиллаху, али ивасалям. Чтобы было так, что Пророк, саллиллаху алейху ассалям, если бы увидел нас, он бы обрадовался нашим действием. Вот так должна проявляться наша любовь к Пророку, саллиллаху алейху ассалям. И наше с вами собрание сегодня, братья, это возможность напомнить самим себе о том, каким был Пророк, саллиллаху алейху ассалям. Чтобы напомнить всем остальным, что Пророк, саллиллаху алейху ассалям, является примером для нас по жизни. и такие собрания мы убеждены, мы уверены в том, что это является одним из наиболее богоугодных деяний то, что мы сегодня собрались на Маули и то, что мы это делаем в месяц это всего лишь повод, чтобы какой-то из дней в году какой-то месяц в году вспомнить пророка, саллиллаху алейхи вассалям и наиболее лучшее для этого время месяц рождения пророка, саллиллаху алейхи вассалям каждое событие в жизни пророка, саллиллаху алейхи вассалям каждое важное событие в истории ислама для нас оно не должно проходить бесследно, мы должны вспоминать про историю Исра и Мирадж мы должны вспоминать историю переселения историю Газват Бадр все важные события в жизни пророка саллиллаху алейхи вассалям, они и для нас важны, они важная часть нашей религии, про них мы не должны забывать эти дни не должны быть для нас похожи на другие обычные дни не должно быть такого, что важное, знаменательное событие в жизни пророка, в истории ислама для нас проходит бесследно, никак не отражается на нашей жизни. Мы все эти события должны вспоминать, но самое главное событие, которое является основой всех этих событий, это рождение пророка, саллиллаху алейху ассалям. И рождение пророка, саллиллаху алейху ассаляма, и день его рождения, или месяц его рождения, это должно для нас быть каким-то особенным днем. Пророк, саллиллаху али-васаляма, сам отмечал день своего рождения. Не в том смысле, что он там праздновал, нет. Он какое-то особое, какую-то особенность дал этому дню, потому что, когда пророк, саллиллаху али-васаляма, постился в день понедельника, яуму-ль-Иснейн, его спросили, я, Расуль Аллахи, почему ты постишься в этот день? И он сказал, за ка яуму-ль-Туфи-и, это день, в котором я родился. Пророк, саллиллаху али-васаляма, сам указывает на то, что у этого дня есть какая-то особенность. Но пророк, саллиллаху али-васаляма, не отмечал свой день рождения. Не было такого, и в этом не было никакой нужды. И сахабы этого не делали, и таби'ины не делали. Мы никогда не станем лгать и утверждать, что есть хадисы, где пророк, саллиллаху али-васаляма, говорит, что тот, кто сделает там маулид, ему такое-такое воздаяние, как некоторые там рассказывают, от Фуляна, Умара, Абубакр, от всех сахабов рассказывают про достоинство маулида и приводит ложные истории. Нет, мы такого не делаем. Потому что это не является правдой. Мы знаем, что маулид именно как бы особо этот день отмечать или какие-то там какие-то празднества в этот день делать начали в поздние века. Но мы должны понимать, что во времена пророка, саллиллаху али-васалям, и во времена сахабов, таби'инов, жизнь пророка, саллиллаху али-васалям, не была забыта. Люди всегда жили жизнью пророка, саллиллаху али-васалям. Его упоминание было на устах каждого из людей. И везде были уроки, люди были знающими, люди были близки к суне пророка, саллиллаху али-васалям. Но, когда люди начинают забывать Аллаха, забывать пророка, мы должны постараться использовать каждую возможность, чтобы напомнить им про пророка, саллиллаху али-васалям, про его жизнь. Мы должны напоминать им про каждое важное событие в истории ислама. и как раз таки день рождения пророка или месяц рождения пророка является для нас такой возможностью и когда встал вопрос отмечания дня рождения пророка или месяца рождения пророка ученые ислама дали оценку этому это не тот вопрос который возник сегодня или 50 лет назад это вопрос который сотни лет назад обсудили и те самые которые донесли до нас нашу религию те самые фетвы которых мы читаем и ссылаемся на них они дали оценку этому действию еще в 6-7 столетии Абушам Аль Макдиси шейх Аль Имама Навави человек который был шейху Курра своего времени он был большой хафиф и факи про которого говорили что он достиг уровня Ичтихада он высказался про Маулид и сказал что если соблюдать все предписания шариата и не отходить от них то это является одним из самых богоугодных действий потому что в Маулиде мы не утверждаем что это является каким-то особым новым ибодатом которым мы привносим с вами мы не утверждаем что он является таким же праздником как Ииду-Лфитр и Ииду-Ладха мы этого всего не говорим это всего лишь возможность помнить по пророку салалу алейкум И это удобный случай, чтобы собраться, прочитать шиар-нашид, восхвалять пророка, прочитать Кур'ан, поминать Аллаха. И восхвалять пророка является сунной сахаба в присутствии пророка, ему в лицо перед ним. Они читали эти стихи, где восхваляли самого пророка. Каб ибн Зухайр, Хасан ибн Сабит, Абдулла ибн Равах и другие сахаба в присутствии пророка, читали Мадиху, где восхвалялся сам пророк. И всякая хвала, которую мы про него говорим, этого будет мало про него. И пророк, саллиллаху, все это слушал, соглашался. И это является для нас шархом согласия пророка, саллиллаху, 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 саллиллаху. И ученые, исходя из всего этого, дали оценку. Не только Абу Шамаль Мактис, я могу вам привести много имен. На самом деле, алим, которые вы сказали про это, и сказали, что Маулид собраться, поминать пророка, саллиллаху, саллиллаху, восхвалять его, поминать Аллаха, является богоугодным делом. Их сотни и сотни. Я могу уверенно сказать, их сотни алимов. А в качестве таких самых знаковых фигуру можно упомянуть Абу Шамаль Мактис, Абу Лхаттаб, Ибн Дихья, Алмалеки, Аландалуси. Потом, Алхафиз, Альраقي. Нур الدин Асамхуди, Таقيу Дин Субки, Таажу Дин Субки. Ибн Хачер Алхейтами, Джалал Дин Суйут. Алхафиз, Ибн Хачер Ал'Асқалани. Ибн Насри, Дин Димашки. Шейху-Л'Курра, Ибн Аль-Джазари. Шейху-Л'Курра, Ибн Аль-Джазари. Малекицкий, Ибн Ашир, Аль-Дардир, Аль-Дусуқи, Шафи'ицкий. Ахасан-Иль-Мадаби, Аль-Баджур и другие. Их огромное количество ученых. С каждого мазхаба. Ханафицкий, Ибн Абидин, известный алим. Ханбалицкий, Ибн Аль-Джаузи, который умер в 597 году, написал книгу Маули-Дин-Наби, салаллаху алейхасалам. Эти все ученые, они были людьми, которые знали, что такое маулид. И дали свою шариатскую оценку. И, конечно, мы не забываем, что, когда мы говорим про маулид, мы говорим про восхваление пророка, салаллаху алейхасалам. Про поминание Аллаха в чтении Корана. Именно укрепление любви к пророку, салаллаху алейхасалам, в сердцах людей. И это тот маулид, который мы делаем. Мы, конечно, не призываем к маулиду, где мужчины смешиваются с женщинами. Где поются там истории разные, которые по шариату не принимаются, или там ложные, приписывается ложная пророка, салаллаху алейхасалам. Где какие-то харамные действия делаются, которые шариат не принимает. Мы это все отвергаем. Но собраться, восхвалять пророка, салаллаху алейхасалам, вспоминать про него, укреплять любовь пророка, салли Аллаху алейху в сердцах людей, это является сунна, это является одним из самых боговодных действий. И лет 20 назад каждый, кто мог собраться на маулид, старался это делать. В наши дни мы почти не слышим, чтобы кто-то делал маулид. За редким исключением вообще маулид из жизни людей как будто исчез. Вот эта идеологическая война, которая была на маулид, что это является самым большим злом, который как будто может быть, это получается возумелое действие на людей. Но мы должны именно правильную позицию, позицию, которую подтверждает алим ислама, эту позицию мы должны исповедовать и распространять. Мы должны оживить именно маулид в шариатской, в его правильной форме и распространять среди людей. Это является только лишь благом и это является требованием шариата от нас. И просим Аллаха, чтобы он укрепил в наших сердцах любовь к Аллаху и к его пророку, чтобы он сделал нас из тех людей, которые изучают ее религию и распространяют дальше. Вальхамду лиллахи, раббил аламин, ассалату, ассаламу, аля саидина, амухаммаду, аля алиху, асхабиху, ажмаин. Спасибо. 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 Спасибо.